Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! Большое спасибо, что нашли время и присоединились к нам сегодня. Мы продолжаем серию встреч с закладчиками UTIC 2014. И сегодня у нас в гостях Кирилл Соловьев, директор по локализации компании Acronis. Вопросы нашему гостю буду задавать я, Ксения Касьян, координатор конференции UTIC. Ну и, как обычно, прежде чем перейти к знакомству с нашим гостем, я сделаю несколько объявлений о подготовке конференции. Нам очень приятно, что к UTIC продолжают присоединяться спонсоры и партнеры. Так, например, компания Logros стала недавно золотым спонсором конференции. Компания SynchroService стала партнером UTIC по организации синхронного перевода, а компания Plynet стала экспонентом конференции. Мы очень рады, что ряды наших партнеров пополняются, и хотим поделиться приятной новостью от нашего платинового спонсора, компании Megatex. 101-й и 111-й зарегистрированные участники UTIC получат в подарок от спонсора шампанское. И 101-м участником стала переводчик-фрилансер и преподаватель английского языка Ирина Потоцкая, а 111-й участник – это Павел Дунаев, руководитель отдела письменных переводов Оргкомитета Сочи-2014. Мы их поздравляем и сообщаем, что они получат свои призы уже на конференции. Ну, а я напоминаю, что на конференции зарегистрировалось уже 190 человек. Со списком участников вы сможете ознакомиться на нашем сайте utic.eu. Если вы планируете зарегистрироваться на конференцию, то напоминаю, что до 15 марта действуют выгодные цены, поэтому поспешите. Ну и напоследок хочу напомнить, что в рамках конференции 16 мая пройдет тренинг для фрилансеров от известного переводчика и писателя Олега Рудавина. На тренинге пойдет речь об экономической и психологической среде в современной индустрии перевода, о преимуществах и недостатках различных способов поиска клиентов, о правилах общения с клиентами и менеджерами проектов и, в общем, о многих других аспектах работы фрилансера. Поэтому будет очень интересно. Спешите зарегистрироваться, так как количество мест ограничено. Ну что ж, друзья, сейчас мы переходим к основной цели нашего сегодняшнего собрания, к общению с нашим гостем. Напоминаю вам, что вы можете задавать вопросы гостю в чате в окне слева от вас. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Кирилл. Добрый вечер, дорогие участники. Меня слышно? Да, вот теперь вас слышно. Отлично, прекрасно. Кирилл, благодарю вас, что нашли время для ответов на наши вопросы. Ну, я воспользуюсь правом ведущей и задам вам первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, ну, скажем, вопрос общего характера. Расскажите, пожалуйста, о себе, о вашей карьере, возможно, о том, как вы начинали и, собственно, к чему вы стремитесь. Сейчас докладчик перед подключится. Одну секундочку. Добрый вечер всем, коллеги. Меня слышно? Да, вот теперь слышно, слышу вас. Прекрасно. Рад всех видеть. Большое спасибо, что подождали. Извините за техническую накладку. К Жене техника несовершенно, несмотря на все проверки, иногда дает сбой. Можем начинать? В отличие от людей. Я задала вам, в общем-то, первый вопрос, я думаю, он интересует и наших участников. Он такой, скажем, общего характера. Расскажите себе, что есть рассказать, скажем так, о вашей карьере, с чего вы начинали ее, к чему, собственно, идете, какая цель, может быть, конечная у вас есть. С удовольствием коротко расскажу, как я, собственно, пришел в локализацию. Сложилось так, что я с очень ранних лет начал изучать иностранные языки, в частности, английский. И позже увлекся современными компьютерными технологиями. И после того, как поступил в университет по специальности Computer Science, в общем-то, совершенно естественным образом пришел к тому, что сочетание работы с языком и работы с современными технологиями – это то, что мне интересно. Поэтому, собственно, моя первая работа по части локализации была работой фриланс-переводчика, которая, я думаю, хорошо известна всем здесь присутствующим. Дальше, после того, как я некоторое время прозанимался этим, совершенно каким-то естественным образом меня притянуло к работе в переводческой компании, в которой я сначала занимался разработкой ПО, затем занимался управлением проектами по переводу и локализации. И в конечном итоге очутился в своей текущей компании, где, собственно, занимаюсь управлением локализацией на стороне Translation Buyer. То есть вот таким вот образом, собственно, с, можно сказать, молодых лет, да, с увлечением английским и с увлечением технологиями, совершенно естественным образом в локализацию пришел. Понятно. По участию того, в чем, так сказать, мой секрет, в чем мои особенности, наверное, особый момент, который я люблю подчеркивать, когда про себя рассказываю, волю судеб мне посчастливилось работать на самых разных участках процесса локализации, от, собственно, фриланс-переводчика до переводческого агентства и до компаний, которые выпускают локализованные продукты и сервисы. И вот мне кажется, что именно такая карьерная дорожка, она на самом деле очень продуктивна, и сейчас мне в текущих задачах постоянно и во многом помогает. Так что всем рекомендую искренне. То есть вы, собственно, процесс локализации изучили с разных сторон баррикады? Да, так получилось, что жизнь меня бросала по совершенно разные стороны баррикад, и я очень за это благодарен, потому что вижу, что без тех знаний, которые я получил в своих предыдущих местах, мне было бы сейчас крайне сложно быть эффективным, быть прогрессивным и двигаться вперед и помогать своей компании. Понятно. Вот у меня такой вопрос. Один из ваших коллег написал, что вы уже через 3-4 месяца после начала работы в Акронис заняли одну из ключевых должностей и в некоторых проектах помогли сократить временные затраты на локализацию вдвое, и при этом не привлекая дополнительных ресурсов и сохраняя требуемое качество. Расскажите нам, пожалуйста, как вам удалось такое? Ну, все, конечно, свои секреты раскрывать не буду, но пару вещей отмечу особо, благодаря которому такого отзыва, видимо, удостоился, от своего предыдущего руководителя. Первый момент, который был очень важен, он, на самом деле, одновременно очень простой и очень сложный. Называется он очень просто, называется он «сила воли», как это ни странно. Проблема в том, что в средних и больших компаниях, когда в проектах участвует большое количество людей, иногда бывает проблематично просто банально добиться решения тех задач, которые тебе нужны в нужное время с нужным качеством. И поэтому жгучее желание завершить проекты вовремя и сократить сроки, оно, на самом деле, мне во многом способствовало достижению тех результатов, о которых тепло отзывались коллеги. То есть первое, с чего все у меня началось, и с чего первые успехи в моей текущей компании начались, это именно желание делать проекты вовремя, завершать их быстро и качественно. И, как ни странно, от этого желания уже пошли многие другие инициативы, которые в дальнейшем только способствовали. Это первый момент. А второй момент, тоже очень логичный и интересный, это то, что связано с технологиями. Одна из первых вещей, которую я сделал для Крониса, это было внедрение в процессе локализации наших продуктов программных такого стандарта X-Leave, про который, наверное, некоторые из наших участников, или даже многие из наших участников слышали. И благодаря этому нам удалось победить проблему с проприетарными форматами файлов, с которыми приходилось работать переводчиком ранее, и во многом упростить жизнь команд, которые занимались переводом наших пользовательских интерфейсов, и тем самым, в частности, тоже сократить срок. Так что вот сочетание воли и сочетание технологий – это вот некий такой рецепт успеха. Ну вот участники с вами согласны по поводу X-Leave, я вижу. Ну и управленческие навыки, наверное, тоже никто не отменял никогда. Я вот хотела спросить вас, как бы, возможно, на примере каком-то живом. Вы нам расскажете вообще локализации крупного сайта, ведь, по сути, это будет касаться и вашего доклада на конференции. Вот локализация крупного сайта в, скажем, днях, людях, словах. Что это такое, скажем, по отношению к таким единицам измерения? Какое место в этом процессе занимает перевод? Может, какой-то пример вы нам скажете? Очень важное место занимает перевод, потому что любой сайт начинается, в общем-то, с контента, который в нем размещен и который позволяет пользователям так или иначе решить те задачи, за которыми они на сайт пришли. И, в частности, если это такой сайт, как наш, а это сайт, который является помимо информационной площадки еще и подающей площадкой, да, то есть это e-commerce сайт. Собственно, от качества контента и, естественно, от качества переведенного контента зависит, на самом деле, очень многое. Поэтому, безусловно, это очень важная часть того проекта, про который я планирую рассказывать. И основной нюанс в том, что наш корпоративный веб-сайт, собственно, то, что является темой моего доклада, и его локализация, он был полностью переделан по просьбе нашего нового CEO, нашего нового генерального директора. И, в частности, для этого был абсолютно с нуля создан совершенно новый контент по всем линейкам продуктов. Поэтому, безусловно, работа переводчиков в этом проекте была одной из ключевых. Что касается более, скажем так, численных характеристик, в общем, на самом деле, мне кажется, наиболее интересный нюанс, о котором я тоже планирую рассказать в своем докладе, это не столько даже абсолютные характеристики, размер сайта или продолжительность проекта, а то, каким образом эти вещи, эти параметры менялись в ходе проекта. То есть мы столкнулись с тем, что изначально планируемое количество контента, которое у нас было на старте, за время его выполнения выросло практически в три раза. И это была одна из, наверное, наиболее важных вещей, одна из наиболее серьезных сложностей, с которой пришлось бороться. Что касается времени, проект, о котором буду рассказывать, продолжается до сих пор на самом деле. То есть на текущий момент мы закончили его еще не полностью. Общая продолжительность запланирована где-то в районе пяти месяцев, и на текущий момент уже три из них прошли. Еще два, соответственно, осталось. К моменту доклада проект будет полностью сделан, и уже можно будет подвести на 100% итоги, чем я, собственно, не знаю. Вы можете, скажем, итоги раз подвести. Понятно. Ну а какие вообще, возможно, сложности? Вот вы встречались, скажем таки, глобальные, которые влияют на реализацию такого крупного проекта. Самый интересный и, наверное, самый проблематичный момент, как на самом деле, наверное, и в любом сложном проекте, это люди, которые в нем участвуют. В частности, что касается корпоративного веб-сайта, его особенность в том, что гигантское количество лиц внутри компании, сотрудников совершенно разного уровня желают каким-то образом повлиять на то, что на веб-сайте будет размещено. И организации эффективной работы вот этой команды, которая отвечает в первую очередь за то, что размещается на сайте, когда это происходит, в каком виде, в рамках каких процессов и с каким качеством, это, наверное, одна из наиболее проблематичных задач, а она напрямую влияет на то, каким образом происходит локализация. Второй момент, с которым мы столкнулись и который так или иначе будет проявляться в любом похожем проекте, это, опять же, технологии, о которых мы уже говорили, а именно технологическая платформа, на базе которой построен сайт. В нашем случае, помимо того, что был полностью переделан дизайн сайта и полностью переписан контент сайта, как будто бы, если бы этого было недостаточно, компания решила параллельно еще и перейти на новую систему управления контентом на сайте, то есть была полностью изменена технологическая платформа и как раз адаптация ее к возможности локализации была, наверное, второй наиболее серьезной трудностью, с которой пришлось побороться на этом проекте. Тоже буду об этом рассказывать. Ну, я обязательно посещу вас доклад, потому что я сама, как бы, по долгу службы работаю с вот этими платформами по управлению контентом. Мне будет интересно послушать, каким образом переход с одной платформы на другую, собственно, происходят какие-то примеры. На самом деле это очень сложный процесс, и я примерно понимаю, о чем вы говорите. С удовольствием поделюсь этим со всеми слушателями, которые придут на мои выступления. Вот еще у меня один вопрос к вам. Вот на конференции Lockheed вы говорили о том, как выбрать и выстроить отношения с поставщиками. Вот, может, какие-то вы аргументы приведете ключевые при выборе компаний либо независимых переводчиков, что влияет на принятие решений? Да, хороший очень вопрос, Ксения, спасибо. Глобальная парадигма, которую я придерживаюсь при выборе поставщиков, она на самом деле очень похожа на подбор сотрудников для компании, на процесс найма и на процесс рекрутинга. Ключевая задача, как мне кажется, в выборе поставщиков, это чтобы клиент и поставщик идеально друг к другу подошли в рамках тех задач, которые им нужно вместе решать. Как говорят американцы, looking for a perfect match. И вот, собственно, из этой парадигмы, мне кажется, все и проистекает. Для разных заказчиков и для разных даже проектов оптимальный выбор и критерии этого выбора на самом деле будут отличаться. В каких-то случаях, возможно, необходимо делать упор на стоимость проекта. Это достаточно типичный критерий отбора, к сожалению. В каких-то случаях необходима максимальная масштабируемость. В других случаях необходимо прекрасное владение технологиями. И мне кажется, что задача специалиста, который отвечает за локализацию, в частности, определить потребности компании, в рамках которой он работает, определить потребности проекта, которым он в данный момент занимается, и расставить приоритеты при подборе поставщиков, которые будут идеальными партнерами в том или ином случае. Я бы, наверное, рискнул сказать, что серебряной пули в этом случае не существует. Тем, кто хочет узнать чуть более подробно про то, как делали мы в Акронисе, я отсылаю к своему докладу на Логките. Он доступен в интернете, и можно его посмотреть, почитать. И даже при желании задать мне вопросы по почте. Ну, либо по почте, либо у нас обсуждения происходят в нашей публичной группе, куда мы обычно всех приглашаем. Поэтому, в общем-то, точки соприкосновения с докладчиком до конференции, думаю, после конференции будут многочисленные. Вот еще, скажем, попрошу, может, можно назвать это прогнозом. Вот как вы думаете, через года, скажем, три, рынок локализации сайтов, будет ли он контролироваться технологическими сервисами, или останется все-таки в руках агентств. Так, одну секундочку, сейчас опять наш докладчик отключился. А вас, дорогие участники, я прошу не стесняться. Если у вас есть вопросы, то задавайте их, пожалуйста, в чат. Пока Кирилл заходит, возможно, давайте я расскажу о нашей программе на следующие вебинары. Следующий вебинар у нас состоится ровно через две недели. Там будет тоже интереснейший докладчик. Мы пригласили Ирину Алексееву, директора Санкт-Петербургской высшей школы перевода. Она тоже докладчик конференции. Я уверена, что известная личность, и у вас будет, возможно, много вопросов к ней. Ну и также мы планируем вебинары с участием Кима Росси, это наш докладчик из Еврокомиссии, а также Рината Бенината, это директор по маркетингу компании Moravia Worldwide. Так, подключайтесь. Алло, коллеги, меня слышно? Да, слышно, слышно. Прекрасно, прошу прощения за накладки. Welcome back. Thank you. Я задавала вам вопрос на ближайшие, скажем, три года или через три года. Вот по рынку локализации сайтов, будет ли этот рынок контролироваться технологическими сервисами или все-таки останется в руках агентств? Как вы думаете? Очень интересный вопрос. Мне кажется, ответ на него очень сильно зависит от того сегмента рынка локализации сайтов, о котором мы рассуждаем. Вот в нашем случае, когда речь идет про веб-сайт среднего размера компании с многомиллионным оборотом, я лично себе позволяю быть немножечко, наверное, консервативным и предположу, что без переводческих компаний, без локализационных агентств отделаться в случае проекта, подобного нашему, будет крайне проблематично. Хотя бы потому, что, к сожалению, одной технологии недостаточно для решения всех возникающих вокруг локализации большого и ответственного, сложного сайта вопросов, да, я думаю, что, скорее всего, оптимальным решением был бы некий гибрид. На текущий момент то, что я наблюдаю, в частности, работая с нашими поставщиками, им, как ни странно, не достает интеграции с технологическими сервисами, несмотря на то, что они прекрасно понимают те задачи, которые нужно решить, у них отличные команды и отличные переводчики, да, прекрасные партнеры, поставщики услуг, но в то же время я понимаю, что это как раз тот компонент, которого, наверное, не достает технологическим сервисам, которые действительно в больших количествах в последнее время получаются. Мне кажется, что идеал, он где-то посередине, да, на пересечении вот этих двух ниш, которые вы обозначили, и я думаю, что для задач локализации тех сайтов, которые, возможно, не столь сложны технически, может быть, действительно удастся именно технологическим сервисам взять верх, но в то же время для проектов комплексных, наверное, им будет достаточно тяжело, и, возможно, ключ к успеху он как раз в партнерстве между двумя этими группами компаний. Мне кажется, это был очень... Это в компромиссе. Да, да. Даже не просто компромисс, а некая синергия, да, позволю себе заметить, которая позволила бы, скажем так, всем сервисам раздать по серьгам, да, и из этих двух миров взять, в общем-то, лучшее. Понятно. Вот я вижу, задают участники вопросы. Ну, по поводу ссылки на ваш доклад, я думаю, мы сможем разместить ее на странице вебинара в Facebook. Мы создавали отдельно страничку, поэтому мы сбросим там ссылочку, и вы сможете ознакомиться с докладом Кирилла на Lockheed. Ну и здесь вопрос на английском языке. Скажем, попробую его перевести. Смогли бы вы нам рассказать о... Ага, еще добавился. Расскажите, я так понимаю, речь идет о платформе для контента сайта, вот, которая, именно, на котором находится веб-сайт Акронис. Какая использовалась TMS? Да, готов ответить на вопрос, и дальше, я думаю, просто подряд, да, будем чередовать вопросы и ответы. Система про не контентом, которую мы использовали, вот та самая новая платформа, на которую мы переходили, это известная достаточно широкому кругу лиц платформа Drupal. Несмотря на то, что у нее есть определенный, скажем так, open-source флёр, это бесплатно, свободно распространяемое ПО, да, и в этом плане совершенно любой человек может сделать сайт с помощью Drupal. Как ни странно, у этой платформы очень много именно корпоративных пользователей, и вообще говоря, это некий конструктор, на базе которого можно строить сайты любой сложности, да, вот, в частности, поэтому у Акронисом был сделан выбор в сторону именно этой платформы. Что касается TMS, то мы работали с системой MemoQ, которая тоже, надеюсь, многим нашим участникам знакома, ну и, как ни странно, у нас возникли некоторые сложности как раз в ходе этого проекта, о которых я тоже, думаю, в рамках своего доклада упомяну, по крайней мере. Светил на вопрос? Ага. Да, да, спасибо большое. А вот следующий вопрос. Одним из языков веб-сайта Акронис является английский. Вопрос состоит в следующем. Как происходила локализация для этого языка? Адаптация ресурсов, либо... Ну, увы, я, к сожалению, не смогу это перевести. Возможно, кто-то из участников поможет мне справиться с этой терминологией. Ну, либо вы... Вопрос про то, каким образом, собственно, происходила адаптация английского текста из американского варианта английского языка к британскому. И, собственно, альтернативы это либо ручная работа, либо автоматическая замена. Вот буду честен и откровенен, да, говоря о том, что это был не самый приоритетный среди наших языков, и пока, честно говоря, это никак не происходило. Проблему мы эту прекрасно осознаем, но в то же время, пока просто с точки зрения приоритетов, да, мы сказали себе, что эту задачу мы будем решать в ближайшем будущем. Поэтому простой ответ, скажем, здесь именно такое. Я с интересом услышу о любых практиках, которыми коллеги решают подобные задачи. Это интересно. Понятно. Ну и, возможно, в целом расскажите о вашем докладе, на кого он рассчитан. Вот, чтобы участники понимали, стоит ли им посещать ваш доклад или нет. Возможно, вы приведете примеры. Может, нужен какой-то уровень, скажем, знаний в области локализации, чтобы понять, о чем вы будете говорить. Либо люди с полного нуля, которые очень хотят начать заняться локализацией. Можно ли им приходить на ваш доклад? Безусловно, можно. И мне хотелось бы сделать доклад для максимально широкого круга слушателей, которые представляют, что такое процесс перевода и представляют, что такое веб-сайт. А я, собственно, попытаюсь на примере нашего проекта, нашего кейса, рассказать о том, как, собственно, мы совмещали две эти вещи, какие сложности при этом происходили. Я думаю, что доклад будет полезен, на самом деле, любому человеку, который так или иначе сталкивается с веб-сайтами в своей жизни, и особенно выходя за пределы родного своего языка, будь то русский, украинский, английский или еще какое бы то ни было. В конце концов, это просто интересно понять, каким образом вот эти удивительные создания, многоязычные веб-сайты, возникают в природе, откуда они берутся, и через какие процедуры они проходят на пути к вам, как к посетителю. Мне кажется, что это интересно всем, и постараюсь сделать доклад доступным, и, безусловно, буду отвечать на любые вопросы по тени. Ну, я, со своей стороны, приглашаю наших участников на конференцию и на ваш доклад в частности. Наше время потихоньку подходит к концу, я вижу, что, в общем-то, вопросов пока в чате нету, ну и, в общем, продолжить обсуждение можно в нашей группе. Я хочу вас поблагодарить, Кирилл, за то, что вы уделили нам сегодня время, и, несмотря на трудности, вы ответили на наши вопросы. Большое вам спасибо. Ну, а вас, дорогие участники, тоже хочу поблагодарить, что присоединились, были терпеливы. Ну, а я напоминаю, что на конференцию зарегистрировалось уже 190 человек. Со списком участников вы сможете ознакомиться на нашем сайте utic.eu. Если вы планируете зарегистрироваться на конференцию, то, напоминаю, что до 15 марта действуют выгодные цены, поэтому поспешите. Еще раз спасибо за внимание и до новых встреч. Да, спасибо большое, Ксения. Спасибо всем участникам, особенно за терпение к нашим неполадкам со связью. Приходите на доклад. Я надеюсь, что вживую таких проблем у нас уже не будет. С удовольствием встречу тех, кто... Спасибо вам большое, Кирилл. Всего доброго всем. Хорошего дня и хорошего вечера. Спасибо.